друзья доброе утро доброе утро доброе утро друзья доброе утро я решила с утра сбегать магазин за свежим хлебом сколько можно есть из холодильника у меня был выбор или пойти в браво к 160 школе но тогда мне нужно пройти через переход сделать крюк который я не буду делать поэтому я решила пойти в бывший фреско он как-то сейчас называется по-моему гран-март на низами вот около моих овощных вот там где мы вчера гуляли и значит я куплю хлебушек и что-нибудь еще друзья вот это все идут я не знаю волонтеры это были иностранцы на трибуны все кипит бурлит все что я успела вчера почитать в интернете думаю что же я буду вот так октай привет доброе утро будет наш водитель что же я буду не дам никакой информации так и не интересно я решила почитать все таки мы в центре формулы мы должны знать что происходит так друзья маленькие совершенно крошечные сведения для тех кто вообще не в курсе что такое формула ну вот это у нас седьмой раз проходит гонка формула 1 приз в азербайджане в боку вот седьмой раз проходит гонка и в этот раз насколько я поняла изменены условия проведения гонки внесены значительные изменения вот вместо скольких-то тренировок по моему двух будет всего одна тренировка сегодня в 1330 по местному времени как я поняла тренировка это единственная практическая возможность на своей машине на своем болиде пилоту проверить все показатели приспособиться к трассе проверить скорость вообще войти в полное положение продумать как все это будет и одна тренировка это очень 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 мало и все это очень сложного собачка здрасте вот значит так 8 я сейчас вернул на зорке да ну и вот одна тренировка к тому же то две квалификации вот спринт будет спринт завтра гонка спринт что такое спринт я не знаю надо почитать что такое спринт там количество кругов разное видимо что-то разное вот для этого спринта отдельная квалификация завтра и спринт завтра а вот другая квалификация наверное для финальной гонки еще друзья я просто как поняла так и рассказываю сегодня тоже будет квалификация кажется в 5 часов вот что еще хочу сказать это седьмая гонка она во многом рекордная гонка во первых приехала максимальное количество газ и гостей заполнивших раскупивших билеты на все трибуны практически задолго билеты были раскуплены на все точки прохождения по трассе приехала приехали гости более чем из ста стран но мы с чемером так и замечали что очень-очень много приезжих которые спешат на трибуны идут озабоченно сверяются так просто стану сверяются с телефонами проверяют маршрут куда им идти очень друзья вот так значит у нас длина заезда длина в километрах шесть тысяч метров шесть километров двадцать поворотов двенадцать двадцать поворотов двенадцать левых и восемь правых три участка с длинным прогоном причем самый длинный прогон вдоль бульвара он тоже в него внесены изменения что-то там сократили на сколько-то метров в результате чего в общем все что все изменения которые были внесены они вносят определенные сложности прохождение вот этого маршрута для пилота поэтому нужно очень большое умение очень большой опыт умение сконцентрироваться использовать все максимально все возможности для того чтобы избежать нежелательных каких-то моментов вот так друзья вот такой мой маленький рассказ и так идем в апреско потому что вазе мне не надо ничего я уже вчера купила да он у нас теперь называется гран-март гран-март давайте нырнем посмотрим что там если я там снимать не буду там нельзя снимать сниму вам клубничку пахнет хорошо но не интересно нас идет привезли клубничку множество фруктиков у меня принципе все есть все есть и зелени фрукты затем орешков полно полно орешков чем они все очень качественные и каждого вида ореха по несколько вариантов из разных видимо мест и они действительно разные одни более хромкие другие более такие вот ну как бы вот молодой такой у них вкус видите вот вы тут из упакованы вот сейчас я себе куплю наверное что-то смотрите огромный кишмиш 26 монат а более такой вот мелкий 780 54 монат вот этот огромный черный видите разные разные цены вот тоже крупные четырнадцать монат сейчас я его куплю немножко вот черчхела смотрите есть 34 моната на нас грецким орехом а это 21 моно зовут кедровый орех сейчас я спрос сравню цену я брала в другом магазине сейчас мы сразу представляете 100 монат килограмм а я брала то есть полкиловая пачка тут поговорю с вами здесь это мне не видит полкиловая пачка 50 монат а я брала в магазине специй на вокзале 30 монат пачка полкило так что имейте ввиду нужные чашки принципе пришла за хлебом друзья все возможны чашечки хорошенький пройдем дальше а сейчас я себе чай посмотрите а мне нужна пыльца вспомнила пыльца вот кстати стенд с медом смотрите сейчас мы здесь они здесь суши муши это японский стенд а где-то здесь медовый сейчас мы его найдем медовый стенд вот медовый вот пыльца смотрите 775 сейчас я возьму себе пыльцу вот она вот так вот тут медики кстати они дорогие но очень-очень есть приличные очень приятно стенд чаев чаю у меня есть тут тоже станцию в сахарный песок кофе-мофе так идемте в молочные пройдем давайте молочные молочные мясное масло ночи хорошие сейчас я возьму то для обеда это никогда не брала брест литовская сейчас разуме я вот эти твороги люблю вот я обычно их беру савушки продукт но это однопроцентный а я люблю пожирнее вот пятипроцентный сейчас возьмем пачку может испечем что-нибудь или покушать взированные сырки но я набрала в белорусском кстати вот этот очень хороший вот этот желтенький он очень милый со вкусом ваниль сейчас я возьму парочку много сыров сыры у меня тоже есть сыров полно сыров полно яички перепелиные другие очень много специи разных специи тоже у меня полно специи много так чтобы я еще взяла я не знаю сейчас посмотрим что бы еще я взяла рис у нас есть гречку могут мне гречку взять сейчас гречку возле простая чечевица норчи делать супики вкусные постные знать как вкусно рецепт такой друзья берете кастрюльку с железным дном или такую кастрюльку где вы можете жарить на дне где вы можете на дне жарить так вы берете лучок значит лучок берете лучок сколько вам нужно там ну кастрюльку я так а где-то примерно литр что ли там воды или полтора жарится на дне лучок и уже туда когда он немножко поджарился одновременно бросается порцию мярджи тоже прожаривается и потом немножко солите и добавляете кипяточек в принципе все он у вас жарится фото жарится париться кипит мярджи развалится в общем по желанию может удобрать картошку морковку но вот основа такая что вы прям в кастрюльке жарите лук это очень удобно отдельно ничего идемте пройдем вот вот это дело я люблю всякие таких вот и значит супик получается там сверху бросается свежую зелье вот здесь такая швабра есть сейчас посмотрим стоит цель для нас на швабра швабра который выкручивается какая прелесть вообще они обычно не разрешают снимать надо приходить утром вот хорошие конфетки ферреру рафаэла нужно приходить утром и снимать для вас вот такие всякие разговорные видео из нашего прекрасного супермаркета гран-март так уж не так за за хлебом идемте пройдем теперь к хлебу макаронечки у нас тут у нас всякие пасты-масты кстати мангал салат он даже отдаленно похож на настоящий мангал а мой мангал получился замечательный идемте рыбу посмотрим стойте скорое мясо и рыбка давайте рыбку послушать там на зарыве вот такая рыба у нас и вот так друзья мы не можем пройти мимо сладости давайте всевозможным очень приличная и недорогая пахлава с грецким с миндалем фундуком всем хотите вот это вот турецкая она очень жирная очень масляная всякие булки багеты хлебушки разные выпечка друзья мы на диете мы ничего не будем покупать только хлеб так давайте возьмем белый нарезной я хочу сделать котлетки на грудках из грудок беленький возьму нарезной вот чтобы он был похож на хлеб а вот чуряи можно завод чуряи взять я возьму чуряи за ну раз уж мы должны до конфет покажу вам конфеты вот это очень дорогие безумно вкусные вот это типа бельгийский 36 монат они очень вкусные очень вкусы там цельный такой гладкий шоколадик ромбиком эти я вообще не пробовал это обыкновенный соевый батончик вот это пошли московские смотрите они в размере 20 монат друзья это настоящий московский конфеты настоящие вот мой любимый визит 23 моната это вечерний звон это трюфель очень вкусненький 23 моната трюфель у меня совершенно вот это очень вкусные конфетки вот эти там желез шоколадом вот я их люблю очень вкусные ну и так далее так далее так далее тут разный разный кончится друзья это я уже не знаю такими вот этого тоже дорогие конфетки этого орешки в шоколаде 24 моната кстати чтобы выбрать хорошие конфетки нужно смотреть на цену вот ну вот все друзья это вам щитки ничего брать не буду ничего не хочу я думаю всего завались разные конфетки а вот моцарта здесь нет кстати на может быть и есть все друзья земного выход печенье очень какие-то подарочные конфеты вот пожалуйста покупайте здесь и женитесь конча декор вот видите конча декор все кладите туда подарки кладите все все друзья давайте я пошла на кассу там у нас вина и но у нас уже думаю есть я взяла в азии грузинская короче у нас думали все пошла на кассу друзья и такой хорошенький отделчик с маленькими чайничками смотрите кто забыл купить чайничек может прийти купить заварить себе чай и пить такие красивые армуды наборчики сетки манфетки это ручные конфеты это ручные девушка графе это ручные конфеты ручные ага спасибо это какой шоколад красивый это бельгийский шоколад 55 манат что да ну дайте мне пожалуйста 100 грамм так давайте 200 грамм давайте киус грамм ага давайте сейчас я куплю бельгийский шоколад друзья и вам расскажу какого он вкуса какие хорошенькие наборчики смотрите сейчас мне взвесит 200 грамм бельгийского шоколада шоколадные ложечки стучки посмотрите вот такие красивые вкусняшки друзья сидеть грызть такой шоколад и смотреть формулу по телевизору а еще вот таких вот во всех этих вот коробках очень ароматные чаи с разными сборами я понюхала что-то восхитительное а юс грамм чады 11 можно 100 грамм без грамм ула пожалуйста захватку масса япония о япония японский чай друзья давайте вот эта полка со японский чай стали это сейчас себе куплю володю удивлю володя выписывает из японии ватика просит а мы сейчас здесь купим зеленый чай сторон вот со всякими смотрите там всякие листики всякие штучки он такой ароматный пакетик сделают давайте 100 грамм чай будет мой чай красиво все прекрасно тут зовут и надо брать чай перед тут буду брать чай представляете заваривать так ароматы есть маленькие чайнички прям такой индивидуальный вода себе часть сейчас пойдем на красиво мои покупки выглядят вот так бельгийский шоколад и японский чай пакетик мне запаковали я на кассе вот мои покупки ну все друзья я отоварилась иду домой скажу так против ветра сегодня ветреный день пасмурный ну ничего нормально друзья все на этом заканчиваю иду домой просто поснимаю дорогу вот и все он заворачиваем на путь это он мы сейчас идем по низами сейчас завернем на пушкина вдоль ограждения и домой друзья все пока я надеюсь вам понравился наш обзор сегодняшний утренний